Привет, майнер! Сегодня я продолжаю рубрику факью и более простым, человеческим, понятным языком я расскажу, что же такое биткоин. Давай начнем! Итак, пункт первый. Что же такое биткоин? Биткоин происходит от английского слова bit, минимальная единица информации и коин-монета. Это платежная система, основанная на определенной технологии, которая называется peer-to-peer, равной к равному. И эта система использует открытый протокол передачи данных, где основной единицей как раз является биткоин, известный как первой криптовалютой в мире. Главной особенностью биткоина является децентрализация. Что же такое децентрализация? Биткоин, он работает без участия какого-то центрального аппарата, центробанка или какого-то одного человека. Также эмиссия монет, транзакции осуществляется лишь коллективными участниками сети. И к этой сети может присоединиться абсолютно любой желающий. И что это значит? Это значит, что работу биткоина нельзя заблокировать, нельзя отменить, нельзя отключить. Пункт второй. И чем же, например, биткоин отличается от обычных платежных систем? Вот, например, возьмем Kiwi, WebMoney, VMZ или Яндекс.Деньги. По сути, это те же платежные системы, которые используют традиционные валюты для перевода денежных средств. Это рубль, доллар, евро. И в основном это те же самые электронные деньги, эквивалентные их номиналу в той или иной валюте, например. Но что касается биткоина, биткоин генерируется самими пользователями, используя компьютерные мощности. И второй момент. Пользователям биткоина не нужно проходить вот эту аутентификацию, загружая кучу документов при регистрации для того, чтобы начинать отправлять денежные средства. И еще один немаловажный момент. Вы же знаете, да, что во всех этих электронных платежных системах существует централизация. Если они захотят, они могут заблокировать ваши счета или отменить вашу транзакцию. И есть очень большие ограничения для перевода денежных средств. У биткоина этого нет. И еще один выгодный момент со стороны биткоина – это маленькая комиссия за транзакции. Пункт номер три. Как можно использовать биткоин? Хотя, конечно, биткоин на сегодняшний день довольно-таки молодой феномен, но примеров использования биткоина при покупке товаров или оплате услуг довольно-таки немало и очень даже много. Во-первых, это недорогие и быстрые переводы денежных средств, независимо от того, где человек находится. Возьмем пример. Я нахожусь условно в Соединенных Штатах, а вы находитесь условно, например, в Китае или в Африке. Они суть важны. Я буквально одной транзакцией могу перечислить необходимую сумму без каких-либо ограничений. И эта сумма дойдет в течение пары минут, а порой максимум до часа в зависимости от состояния сети на данный момент. И на сегодняшний день есть очень много сфер, где используется биткоин. Это оплата услуг такси, также оплата гостиниц, покупка авиабилетов, оплата юридических услуг, оплата и хостинг доменов, заведения общественного питания, кафе, рестораны. И также немало примеров покупки дорогостоящих товаров и недвижимости, яхты, дома, виллы. Но в последнее время чаще всего люди используют биткоин в качестве долгосрочной инвестиции. И это очень, кстати, выгодный и привлекательный актив для трейдеров за счет высокой волатильности биткоина. Пункт четвертый. Есть мнение, что биткоин это финансовая пирамида. Но это совершенно не так. Давайте с вами разберем, что такое финансовая пирамида и как обеспечивается нереальная высокая процентная ставка в финансовой пирамиде. Она обеспечивается за счет притока новых участников финансовую пирамиду и, соответственно, продолжает свой путь именно за счет привлечения денежных средств извне. И как только этот финансовый поток ослабевает, количество участников уменьшается, соответственно, количество вновь прибывших денежных средств тоже уменьшается. Вся схема, вся система рушится, оставляя в наваре лишь определенное количество избранных. В биткоине система работает совершенно иначе. Единственное, что может обещать биткоин, это гарантия сохранности ваших денежных средств. И сама по себе природа биткоина, она децентрализована. За счет этого она обеспечивает отсутствие какого-то центрального аппарата, которая могла бы получить прибыль. И даже если мы представим с вами ситуацию, что спрос на биткоин растет, цена биткоина растет, то первые участники, первые покупатели биткоина, например, они не получают выгоду за счет вновь прибывших участников в систему, за счет вновь прибывших денежных средств в систему. Да, это может увеличить капитализацию, но первые участники, они не получают абсолютно никакой финансовой прибыли за счет вновь прибывших участников. Я думаю, я объяснил вам этот пункт довольно-таки понятно. Вам наверняка интересно, кто же создал биткоин. Концепция биткоина была описана 31 октября 2008 года в техническом документе. И автором стал Сатоши Накамото. Однако до сих пор неизвестно, является ли этот человек личностью, который в итоге придумал биткоин один, или это группа человек. То есть его псевдоним до сих пор покрыт тайной и неизвестно, кто этот человек на самом деле. Хотя очень много теорий выдвинуто по этому поводу. Однако это не означает, что один человек придумал биткоин и благодаря ему живет биткоин. Жизнь биткоина продолжается также благодаря программистам, которые обеспечивают развитие сети и развитие проекта. Однако для того, чтобы вносить какие-то глобальные изменения в ПО или вообще любые изменения в ПО биткоина, программное обеспечение биткоина, необходимо согласие mining pool. Это объединение владельцев компьютерных мощностей, за счет которых и создаются новые биткоины. Многие называют биткоин цифровым золотом. Почему же? На самом деле есть определенные сходства между реальным золотом и биткоином. Давайте мы с вами обсудим эти сходства. В чем ценность золота? Во-первых, золото это редкий металл и у него есть определенные свойства, которые позволяют ему храниться в течение долгого времени. И также на добычу золота уходит очень много времени и это дорогостоящие предприятия. Это оборудование, поиск золотых приисков. Так же происходит и с биткоином. Дело в том, что количество биткоин ограничено. С каждым часом, с каждым днем все сложнее добывать биткоин. С каждым годом все сложнее и сложнее добывать биткоин. И каждые 4 года эта сложность еще увеличивается вдвое. И за счет этого, соответственно, ценность биткоина тоже растет. Потому что чем больше людей подключается к сети, тем сложнее добывать этот биткоин. Также на добычу биткоина уходят ресурсы, как и на добычу золота. Если на добычу золота вам необходимо покупать специальное оборудование, для добычи биткоина вам тоже необходимо покупать специальное оборудование. И также вы тратите на это электроэнергию. Еще один ресурс. То есть определенные сходства есть. Есть реальное золото, настоящее золото из металла. А есть цифровое золото. В данном случае это биткоин. Надеюсь, эти сходства для вас ясны. Говорят, что биткоин анонимен. Так ли это на самом деле? Это на самом деле довольно-таки широкое заблуждение. Можно лишь говорить о псевдоанонимности. Движение средств внутри сети может увидеть любой человек. А также баланс кошелька, например. Но владельца кошелька определить довольно-таки сложно. Однако при достаточном желании можно определить IP-адрес, если даже он не хранится в блокчейне. Многие владельцы провайдеров криптокошельков как раз-таки владеют такой информацией. И, соответственно, к настоящему времени уже разработаны довольно-таки эффективные методики по отслеживанию владельцев криптокошельков и владельцев биткоинов с целью борьбы против отмывания денежных средств или если происходят какие-то незаконные обороты денежных средств. Такие известные компании, как Chain Analysis, Crystal, как раз-таки занимаются такими задачами для государств, для определенных служб. Если вас все-таки заинтересовал биткоин и вы захотели приобрести, наверняка вы спросите, а где купить-то биткоин? На данный момент биткоин можно приобрести во многих сервисах. Например, можно купить биткоин на биржах, депонировав туда фиатные деньги. То есть рубль, доллар или какую-то другую валюту, которую поддерживает биржа. И после этого оттуда вывести свои биткоины. Также можно приобрести биткоины через обменные сервисы. Сейчас на самом деле в каждой стране есть обменные сервисы. И можно приобретать биткоин или другие криптовалюты, использовав банковские карты, либо при личной встрече. Конечно, личные встречи сопряжены определенными рисками, но если у этого обменного сервиса есть определенная репутация, и вы хорошенечко подготовились к встрече, то тогда можно приобрести биткоины при личной встрече. И, соответственно, обменные сервисы или биржи берут за это определенную комиссию. Надеюсь, это видео и эта информация для вас была полезной. Если вы хотите более подробно узнать о биткоине, о майнинге, продолжайте следить за нашим каналом. Подпишитесь, обязательно поставьте оповещение, на колокольчик нажмите, и вы постоянно будете оповещены о каких-то новых видео, которые будут выходить на нашем канале. Также переходите в наш телеграм-чат и телеграм-канал. Там постоянно актуальны новые информации о майнинг оборудования, о майнинг аппаратах, а также наш калькулятор доходности, который позволяет вам определить окупаемость оборудования с учетом вашего электричества. Желаю всем роста битка, хорошего настроения. Всем пока!